ребят сегодняшний ролик начинается с того что холодно прям и сейчас прям холодно на самом деле минус 18 калина я ща норму если руки не офигеют рецепт будет я полез пока снегири не сожрали это калина нам ее надо немного грамм сто ой блин слушайте холодно вообще пальчики как бы отмерзают на самом деле будем готовить настойку на 40 градусном пшеничном соке ты все снимаешь у меня сейчас руки отвалятся хватит мы пойдем домой но мы наконец-то переместились в тепло калина как видите еще даже не у нас ну лед вы не конечно не успеть горько горько на самом деле у нас сегодня несколько будет интересных рецептов у меня тут еще есть перепонки грецкого ореха вот есть еще кедровый орех это достаточно такая историческая вещь это в свое время кедровку делали староверы сбежавшие в тайгу на 100 водки и спирта нельзя было купить настаивали водку из нет точнее так самогон из кедровых орехов удавалось получить и вот оттуда это в принципе пошло как пишут опять же так что начнем с калины а там продолжим будет много интересного смотрите он зачем-то поставил на весы кастрюлю чем взвешивать собирается у чего я буду сейчас покажу мышки плакали кололись мы продолжали жрать кактус когда готовишь какие-то настойки или кондитер к особенно важна точность итак мы сегодня готовим горько сладкую настойку из калины для этого нам понадобится 200 миллилитров воды 201 смотри за весь дверь на ложку на ложку в лесах делаем сахарный сироп я не буду это все видео помещать делаем сахарный сироп 200 грамм воды на 200 грамм сахара да конечно 401 по моему ко мне придираете ложку еще раз по моему ко мне придираетесь ставим на огонь и до полного растворения и заглушения сахара так делается сахарный сироп нет калину мы будем заливать горячим сиропом ну а пока надо помыть и почистить от палочек калину сиропчик тягучий дальше пока сироп у нас доходит калину если где-то че если где-то что-то чуть не до промыли она лишь подслежалась она мороженое еще если где-то что-то чуть не под не до промыли не переживайте все равно потом через марлю будем отфильтровывать но это не через 10 в общем у меня тут 400-500 грамм калины а чтобы избежать всех вот этих моментов мне кажется с тем учетом что она как это сказать в каком-то там в каком соке-то в пшеничном 40 градусном соке ну там ничего бактерий никаких даже не останется вопрос не в бактериях вопрос в соленках и грязинках просто а это определенного как сказать вкусняшка осторожно взяли сиропчик и на калину вылили ухты он прям густой смотрите ты все правильно никто сказал все красота сахарная калина в сиропе а теперь тут ровно 500 грамм ровно 500 грамм пшеничного сока 40 градусного и сверху заливаем не надо добавить тут четко все в пропорции взяли крышку извините у меня просто консервации плотно закрыли в темное место от 10 дней до 30 я вам через 10-12 дней сегодня сейчас на первое число декабря у меня в середине недель дырочка вот перед дырочкой и выложу и покажу что получилось через 10-12 дней а пока первый вариант сиропом она по-моему она склеилась ну конечно она еще все размешается первый вариант пошел в темное место обязательно в темном месте а мы продолжим сейчас дальше следующий рецепт на сегодня не менее вкусный ну как я уже сказал это 1650 1660 год изгнание староверов 100 грамм орехов кедровых помыть вот столовая ложка сахара вместе с ванилью ванилия ну одну четвертую чайной ложечки не больше все-таки мы не кондитерку готовим вот орехи сейчас хорошенько помою меня уже кипящая вода их надо будет поместить два-три раза в кипящую воду они содержат большое количество смолы плюс вот тут есть в камушке ну скорлупки точнее содержит большое количество смолы может дать сильную горечь так что надо два-три раза прокипятить буквально по две минуты сейчас помою и вернусь к вам хорошо помыли орехи и кипящую воду варле три минуты да 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 я загородил камеру прости на самом интересном месте обратите внимание какая стала темная вода это вот как раз смола содержащиеся в кида в что купите дрова орех нет как раз это уберет горечь вот смотрите сюда да две минутки запах как сосновом лесу после дождя прикольный запах но собственно второй раз вода закипела они уже подостыли опять же возвращаем газ на минимум и опять две-три минуты честное слово третий раз я показывать не буду ну вот опять вода ну конечно смола выбивается из ореха намного лучше но все равно вот видишь так что трех раз я думаю будет достаточно три раза слили кипяченую воду кипяток в итоге орехи перестали давать прям такой темный насыщенный цвет воды теперь все просто они не варен они просто ошпарены мы выбили лишнюю смолу из кедрового ореха аккуратно помещаем любую емкость конечно как пишут историки желательно в темные бутыли у меня честно говоря где-то была темная бутыль но она четверть она громадная она громадная так что у нас только орех не будет это дорого ты понимаешь такое количество кедрового ореха кстати орех обязательно добрать свежий с тем учетом что его собирают в августе плюс минус этот август да вот по крайней мере как сказали ну да вот но вот до московского региона он доезжает как раз идти к декабрю теперь столовая ложка сахара 1 4 чайной ложки ванили сверху засыпали а следом 40 градусный пшеничный салат абсолютно верно ровно пол литра симпатичный конечно возьмем крышку плотно закроем и уберем в темное место опять же 10-12 дней это настаивается да ну попозже это все растворится а кстати уже окрашивается так вот но через марлю через 10-12 дней надо будет процедить и еще как пишут дать отстояться отдохнуть 3-4 дня вот кто будет отдыхать настойка или вопрос переходим к следующему для следующего рецепта но нужно скалка опасно на самом деле вам понадобится где-то перепонок слушай на самом деле 50 рублей вот этот стоит пакет выкидывай скорлупу ну очень чисто почистить вопрос то чтобы они лучше отдавали их надо измельчить вкус если любого стукнуть деревянный чем битой он будет в итоге тут на самом деле очень много тут на два рецепта но тут еще надо почистить потому что стрелупа кто-то их режет ножницами если покрошить они уменьшаются в объеме ровно в два раза извиняюсь насорил вот в итоге берете если вам не хочется 50 рублей покупать килограмм орехов грызете и вам это хватит для одного рецепта вот все перепонки которые вы оттуда выковырить я пошел по пути на меньшего сопротивления пакетик 50 рублей купил тут на два рецепта прям более чем за глаза музыки в очередной раз закипела вода в итоге берем наши перепонки чешуйки мусор нет не мусор скорлупки и 5-7 минут покипятим это очень полезно говорят что дай как лекарственная один раз на медленном огне 5 минут 5-7 минут вода кстати сразу приобрел запах какой интересный орешек смотри орешек ну все орешек орешек пропал все провалится орешек вода темная запах очень своеобразный такой как цветочный чуть-чуть что ли так что ну да что то есть но тут более еловым сварились чешуйки чешуйки провалились пять минут вот так они выглядят да прям кипящим грецкий море вы ели как вареные грецкие орехи кусается конечно горячо кипяток просто пальчики привычного всего горячо ай кусается как собрали вот 700 граммовая банка получилось ну хватит вести сахар то сыпать кинничный сок 40 градусный пол-литра красота теперь эту красоту опять же плотно закрыть в темное место и через 3-4 дня обязательно хорошенько встряхнуть и оставить еще на 3-4 дня я думаю продукт будет готов я вам покажу вкусно будет и наш следующий рецепт можно меня на на самом деле эти как их чешуйки вот брюки брюки чешуйки от грецких орехов рецепт как задолбаться в тонкое горлышко запихиваем 50 80 грамм вот этого вот давайте мы не будем все это снимать да нет запихивай запихивай мне кажется даже не 50 80 грамм а сколько ну сколько мне кажется чем больше тем она чем больше мы сейчас раскидаем их по кухне тем будет лучше влезет да вот так же давайте я сейчас это все положу а потом вам дальше расскажу чему будем делать ну подожди хорошо мы уже с брюками делали на этот и чем отличается это на самом деле душистая пряная водка называется ой нельзя это слово говорить сок сок пшеничный смотрите у него чудес лежит у него на самом деле лежит вонючая очень гвоздика это корица и на самом деле две-три палочки корица 5 цветочков гвоздики и две-три столовые ложки меда для этой душистой потрясающей жидкости настойки нас тоже жидкость нас жижи 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 интересно увидимся через две минуты ну вот я задолбался и все положил теперь как я и говорил две-три столовые ложки но столовые тут не пролезают так что пить чайными скучно дофига штук 6 прикольно будет сладко как типа ликера но не ликеры не бывают таких больших градусов но это будет крепкий с лошадиной дозой градусов теперь потереть будем нет 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 целиком что это корица корица круто жесть это же много не довольно нормально и гвоздики 5 цветочков я вообще не люблю вот такие вещи ну и в этот раз литр пшеничного сока чтобы всем подать попробуйте всем понравилось но есть у нас любители экспериментов она не не влезет это ну вот чуть-чуть осталось закрыть и перемещать теперь надо закрыть ее на самом деле надо будет взбалтывать постоянно через день желательно надо и нам мешать больше там где мед но чтобы я понимаю мед растворится алкоголь и я думаю мед растворится но теперь растворение я понял не течет просто мед убрал тут чуть на ляпу вот теперь мы ее должны будем переворачивать через каждые несколько дней вот он тяжелый конечно интересно смотреть выглядит еще очень красиво на самом деле нам очень красиво то что переходим к следующему переходим к следующему продолжаем наши настойки на пшеничном соке ну типа того на самом деле кучу видел в юсубе в тиктоке там какие-то дикие мандариновые настойки которые надо трехлитровыми банками которые надо смешивать настаивать кипятить и так далее ребят все намного проще пять мандаринов не надо брать три килограмма ящик нести там 3 3 литрами водки заливать простите у нас нет такого слова в итоге пять хороших мандаринов снять цедру почистить а дальше покажу чести пять мандаринок а честно говоря цитрусовых то хочется мандаринки цедра от них баночка стандартная смотрите чтобы лучше короче сок заморочитесь разрежьте вдоль или поперек ребят не парьтесь на самом деле ну не надо заморачиваться когда готовишь вкусно согласен должно быть вкусно но но прям ну вот ну не знаю стоит ли будет запах выпало но выпало вижу вижу в итоге получится банка цитрусовых мандаринов не знаю хрень сказал общем пол литра пшеничного сока не влезет чувствую уже хотя нет влезла это остатки от прошлого чуть-чуть надавил придавит смотрится классно все то же самое крепко закрыли 7 дней в общем 10 дней до дырешечки будет огонь я чувствую следующий рецепт и так следующая часть это просто хорошо пары пшеничного сока на самом деле безумно вкусная настойка это облепиха 255 5 ложек 3 грамма шучу 55 ложек 200 200 грамм сахара плюс-минус перемешаем и потолчу у меня честно горе ягода под мороженое так что лошадь она будет очень тяжело любишь облепиху очень очень люблю облепиховый чай над как мозг я знаю я умею готовить есть такой классный рецепт хотите покажу потом хватит жевать мою облепиху вот теперь возьмем и также в нашу посудину нет бутылка чайной ложкой залетает прям великолепно передавленная с сахаром облепиха ну хватит уже ну хватит очень 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 сказочный следующий рецепт он не прикрыт к не скажу а глинтвейна будем по давай давай как-нибудь сварим сейчас как раз мороз самое то для него после свежего гвоздика скорица будет очень что заелась облепихи корица пару палочек ну и теперь зальем все это пшеничным соком вот теперь стоп что хватило да да прям чётко бутылка литровая пшеничного сока было где-то грамм 800 а теперь поболтать и ее надо будет сбалтывать желательно через день но зато смотрите какое потрясающее вообще до сахар сейчас начнет растворяться я вот конечно не люблю вот эти напитки с градусами все я вот люблю вот в чистом или видео сахар очкам там в итоге все примерно одного срока приготовления но как говорят облепиха раскрывается через 20-25 дней но мы ее откроем раньше и попробуем ну тут литр попробуем часть на дырочку часть на новый год и посмотри скажем разницу потом в комментах напишем присоединенным поехали дальше и последний все таки рецепт давайте все таки последние пары и 40 градусные тут уже просто смотрите на самом деле давайте последний рецепт на сегодня клюква родней из белоруссии прислал чистенькая великолепная будете покупать проверьте на листочки веточки у меня она идеальная как видите замороженная хотя так плохо перебрали предъявим супер аж глаз задергался 50 грамм сахара мне в рот шучу 50 грамм сахара на клюковку и чуть-чуть помять толкушками картошка класс у нас так чувствуется получится настоящая клюковка бутылка там зачем нам бутылка мы так ее съедим если сможем сейчас посхожу приду принесу бутылка морщик морщик пшеничный морщик и опять ложка застревает но подожди слушай на самом деле я знаю офигенный рецепт я уже говорил облепихового чая надо его обязательно снять и показать потому что тем кто любит фруктовые чаи что клюквенные есть мандариновый чай вообще великолепный пшеничный сок то где пшеничный сок час пойдем пойдем добывать пшеничный сок честно признаюсь я даже не знаю сколько клюковка должно настаиваться так ну хватит давай продолжаем снимать и так ролик длинный получился вкусно с сахарком ну у меня тут пол литра я сейчас есть не хватит я еще добавлю чуть-чуть чуть-чуть а выглядит шикарно конечно красиво со звуком открылась и закрывай нет не нужен сахар это клюковка она должна быть прям кисленькая если спирт не убьет витамина она будет супер витаминизирована писать какой цвет простуда лечить будем что-то как-то ну я думаю болеть не последний рецепт сейчас все баночки свои выставим которые за сегодня были сделаны финалочку снимем шучу смотрите вот это семь видов пшеничного сока который мы сегодня отжали лично их приготовили да на самом деле обещаю дегустации купить какие-нибудь красивые емкости чтобы вам все показать калина кедровый орех облепиха клюква чешуйки а перепон перепонки мандаринчик другие перепонки какие-нибудь обычные те душистые да 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 что гвоздика корица сама гвоздика друзья начинаем тематику новогодних рецептов ближе к середине декабря покажу продегустирую может быть попозже может быть попозже ну посмотрим попытаюсь выпустить ролик чтобы у вас еще было время закупиться и приготовить к новому году так что вот такой вот изобилие вкусняшек ну а с вами я попрощаюсь до скорых встреч товарищ до скорых встреч